В Комсомольске-на-Амуре прошла церемония награждения осеннего турнира по дворовому футболу «Золотая осень-2016». Вдоль молодежи приветствовали участников, организаторов и почетных гостей традиционного праздника спортивных достижений осеннего турнира по дворовому футболу «Золотая осень-2016». Понимаю, как же и важность и полезность проведения этих соревнований. В целом развитие детского и дворового футбола в этом доступе, что в принципе может позволить вырастить из этих ребят профессиональных футболистов. Весьма откроено при будущем чемпионате мира 2018. Хочу поблагодарить всех участников, особенно в Уране, и напомнить им, что победа – это хорошо, но главное – это участие. В дворовых футбольных баталиях вели борьбу за призы турнира команды школ, детских домов, среднеспециальных учебных заведениях. Дворовой футбол объединяет и сближает. В нынешнем осеннем турнире на Рядуском с Амальчанами с весельем и отвагой играли футбол коллектива «Амурска», поселков Эльбан и Хурба, Новый мир и картель, Солнечный и Горин. Первый турнир состоялся в 1997 году. В этом турнире приняло участие всего 8 команд, а сейчас мы имеем 81 команду. И благодаря таким не я лучший, а все лучшие, потому что кто я без команды и без поддержки и компании «Полиметалл», и депутатов городской думы Хабаровского края, и правительства Хабаровского края. Я считаю, что мы делаем важное и нужное дело. И хотел бы слова исключительно благодарности выразить всем за то, что мы вот такими усилиями делаем такое большое дело. Юные игроки за первые, вторые и третьи места получили кубки, медали, дипломы, достойные призы. А также наши амурские игроки участвовали и в номинациях. Юный и перспективный игрок, лучший игрок команды, золотая перчатка, самый меткий игрок. Амурские команды заняли почетные вторые места. Когда я узнал, что мы будем играть за финал, за первое, второе, у меня было, ну, я испугался, потом взял силу в кулак и начал играть. Мы как бы взяли этот на урок, то, что мы проиграли. В следующий раз мы приедем и по-любому подойдем. Благодарим Понтьюхина Сергея Саниславовича, то, что он нас так изучил в голове. Терпел нас. Ну, все-таки мы добрались до второго места. Могли до первого, но не получилось. Главное для детей, что при занятии футболом они получают и физическую подготовку, и некоторые спортивные, да и человеческие качества. Они растут воспитанными, дружелюбными людьми. После этого турнира нашим юным футболистам есть чему стремиться и чему добиваться. И будем надеяться и болеть за них, чтобы в следующем турнире первые места были завоеваны нашими амурскими командами. Продолжение следует...